О том, как в России решили не говорить о потерях гражданской авиации, угрозах для пассажиров, а также об уничтожении истребителей, оккупационной армии в глубоком тылу, об этом мы не только поговорим прямо сейчас с нашим гостем. Это Константин Криволап, авиационный эксперт и аналитик. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Здравствуйте, приветствую вас. Я знаю, что вы посмотрели вместе с нами сюжет. Я вот тоже, знаете, смотрел и так вот аннотировал за журналистом. Не все, правда, успел записать, но частично. Вот разгерметизация салона, повреждение корпуса двигателя, приземление на пшеничном поле, отказ гидросистемы, упало давление в шасси, возгорание турбин, сгорели тормоза, резкое охлаждение кабины пилотов. И вот власти авиационные говорят, что все в порядке, ни одного авиапроисшествия не было. Действительно ли, можно ли вот то, что я сейчас вот перечислил, назвать авиапроисшествием или нет? Как вот в этом мире, как об этом говорят? Ну, если быть строго терминологически, то есть высший уровень этой иерархии всех событий, связанных с отказом авиационной техники. Это называется авиационное происшествие. А оно подразделяется уже на два вида принципиальных. Это авиационные катастрофы, которые привели к жертвам среди людей, пассажиров или экипажа. И второе – это аварии. Это когда произошли непредвиденные посадки, отказы, то, что заставило изменить расписание полетов, приземлиться где-то в процессе полета. Вот это уже тогда называется авария. То есть там не совсем корректно корреспонденты разобрались. Но принципиально это ничего не меняет. То, что сейчас нет катастроф, связанных с человеческими жертвами, это везет. Просто везение. Но в декабре было практически в один день могло быть 2-3 происшествия. И в среднем где-то за месяц, ну, там в среднем где-то 2 происшествия в день было. Вот у меня такое в голове. И, по-моему, то же самое говорил сейчас этот вот корреспондент Сибири-Реалии. Наверное, они нас смотрят. Наверное, они нас подслушивают. Да, но вот если возгорание и отказ двигателя – это не критическая ситуация, и не знаю тогда, что тогда критическая ситуация. Ну, возгорание двигателя – это… Там в двигателе есть своя система пожаротушения. Возгорание двигателя происходит, как правило, в результате помпажа двигателя. Что такое помпаж двигателя? Это когда компрессор, воздушный поток в компрессоре, грубо говоря, запирается. Он не проходит через двигатель. А топливо продолжает поступать в камеру сгорания через форсунки. Такой хлопок получается, да? Оно продолжает гореть, да. И тогда у вас выходит поток пламени. Это не значит, что у вас что-то внутри двигателя горит. Оно может привести к возгоранию остальных частей двигателя. Ну, там жаропрочные стали, там материалы, которые не горят. Это горит топливо. И если нормально работает система пожаротушения двигателя, то двигатель… Пожар гасится, продолжается нормальная работа двигателя. Помпаж устраняется за счет клапанов, которые там открываются в компрессоре. Давление излишнее стравливается. Восстанавливается нормальный процесс горения в камере сгорания. Это обычная процедура. Но когда у тебя неправильно работают датчики, или когда у тебя не срабатывают клапаны антипомпажные, или когда у тебя там система работает неправильно, не в той логике, система… Ну, современный авиационный двигатель – это достаточно сложная диагностационная система. То есть там достаточно много датчиков, которые контролируют состояние двигателя. И когда они перестают работать, ну, и, соответственно, в голове у двигателя происходит поломка, он неадекватно реагирует на происходящее событие. У нас, скажем, где-то вот такая вот картинка. Ну, ладно, двигатель, хорошо, самолет продолжает лететь, система сработали. А вот не могут заменить кислородные маски и баллоны. А вот что будет? И вот мы пишем, что уже была где-то у них, точнее, говорил корреспондент о том, что была где-то уже разгерметизация салона. Если вот на высоте, на которой летит этот лайнер, будет разгерметизация салона, а при этом вот кислородных масок нет, или баллоны не работают, или кислорода в них нет, что случится с такими пассажирами? Что может случиться с ним? Там вообще интересная ситуация. Там рассказывается, насколько я так правильно понял, Ан-26, и показана кабина Ан-26. Ан-26 – это, в принципе, транспортный самолет. То есть они в транспортник запихнули народ и повезли его как пассажиров. Там просто нет ничего такого связанного с масками, кислородными баллонами, потому что он должен перевозить грузы. Если у них уже люди грузы, ну, дальше там можно как бы не особенно вдаваться в эту хохму. Где-то до 4-4,5 тысяч метров люди еще более-менее нормально выдерживают, но это уже тяжело. Если они не двигаются, то кислорода, по большому счету, им может хватить нормальным людям, не тренированным. Альпинисты, вы знаете, ходят на 8 тысяч, это специально тренированные люди, но там уже возникает проблема кислородного голода. Там уже горная болезнь, да, начинает. Да, но там уже есть физическая нагрузка и большое потребление кислорода. Если ты сидишь неподвижный, ну, 4-4,5 тысячи, ну, нормально, как бы, это дело все еще выдерживается. А там произошла разгерметизация, и на этой высоте там уже достаточно холодно. Там может быть и минус 50, да, насколько я правильно понимаю? Ну, на 4,5, не, наверное, еще минус 50 нет. Там уже где-то с 10-11 начинается вот эта температура. Но там все равно достаточно холодно. И хорошо, что они там сидели в капюшонах, и это дело происходило в декабре, когда у них была как бы одежда. Если бы это дело произошло летом, то я думаю, ну, летом бы, наверное, их бы даже не посадили, потому что в летней одежде летом они бы там точно замерзли. Да. Ну, а вот если это большая высота, то есть самолеты летают и на 10 тысячах, и при этом, например, нет кислорода при разгерметизации, то есть там же людям не хватит, да? Ну, я в самом начале сказал, что здесь речь шла о 26-ом Ане. Они, вот их нормальная высота 4,5, 5,5, вот дальше они особенно не стремятся даже подниматься, потому что это не самолет там больших магистралей. Он взлетел, пролетел там 300, 400, 500 там километров, приземлился. Если берем большой лайнер, вот действительно большой лайнер, который также летает в России, если там будут вот такие проблемы с кислородом, то чем это чревато? Это очень серьезная проблема. Это экипаж сразу же должен принимать решение об снижении, и сразу же идет запрос на диспетчерские службы, в которых они находятся. Если даже нет ответа, там вплоть до того, что принимается решение покидать этот эшелон по высоте и опускаться ниже, потому что это может привести, ну, просто ты не всех пассажиров и вернешь на землю. Вот такая ситуация может быть. Да, проблемы так. Российская авиация нарастает. И вот свежий пример. Накануне москвичи, желающие отдохнуть на Шри-Ланке, а вот таких было 400 человек, вот они не смогли, не могли выливать свои теплые края из-за очередной неисправности самолета. Давайте мы посмотрим короткое видео и далее обсудим. Показательное видео известно, что спустя 15-часовой задержки, людей обратно загнали на этот борт и отправили такие на Шри-Ланку. Но стоит напомнить, о чем сообщали журналисты Сибириалии. За неполный декабрь 2023 года самолеты выходили из строя почти столько же, как за весь 2022 год. Кроме того, издание акцентирует внимание на том, что динамика роста авиационных инцидентов может привести к катастрофам уже действительно в 2024 году, а Росавиация при этом не только не признает проблемы, но и пытается ее скрыть. Вот у вас какие прогнозы для гражданской авиации РФ на 2024 год? Я помню, когда мы с вами говорили в прошлый раз, вы сказали, что статистику не обманешь. Да, я повторяю, я не могу, я не меняю показания, знаете, как на следствии. Но, к сожалению, математику не обманешь. Статистика – это один раздел в математике, не обманешь. Оно происходит так, как оно должно происходить. Это вне нашей воли. И еще ситуация усугубляется тем, что вот эти мелкие происшествия, они скрываются. По правилам, после каждого полета стюардесса, главный стюард, или кто там докладывает капитану, либо бортинженеру, и вносится в бортовой журнал. Сгорела лампочка, там под сидением подсветки, заменить. И это отражается до тех пор, пока не будет возвращено в исходное состояние, то есть нормальная работоспособность не вернется. Ничего происходить не будет. Следующего полета не произойдет. Ну, разве что там в каком-то экстренном случае капитан скажет, лампочку не меняем, беру, принимаю ответственность на себя. Но он тогда уже за эту лампочку будет полностью отвечать. Сейчас сначала это было в аэрофлоте, потом это подхватили все остальные компании. Не сообщать о таких подобных, каких-то, как они считают, мелких поломках. Ну, нету кислорода, но мелкая поломка. Но оторвалась у тебя обшивка двигателя, там, с пилу у нас летела. Не обращайте внимания, будет лететь. Скажите пассажирам, закрыть иллюминаторы, просто не смотрите, да, и все, и будем дальше лететь. Ну да, для того, что там есть такие шторки иллюминаторные, знаете. Поэтому это все будет происходить. Вот эти вот мелкие происшествия, они будут накапливаться. И, как показывает статистика, я когда-то читал очень интересный отчет, еще когда работал на заводе, нас возили в программе повышения квалификации инженеров в диспетчерский центр Бориспольского аэропорта, ну, который контролирует всю зону своего контроля. Там, и оно перекрывает до Днепра, и там почти весь юг. Ну, большая зона. И вот руководитель этого центра говорил, что в основном все авиационные катастрофы происходят в результате одновременного влияния целой группы различных факторов. Технических, человеческих, отказ оборудования. Накладываются одна на другую, да, вот так, лавинообразно. Они начинают перемежаться, и тогда происходит вплоть до катастрофы. Поэтому вот эти вот мелкие, которые сейчас не учтены, и которые мы говорим, мы видели там 60 происшествий, да, а сколько за этими происшествиями есть еще мелких, о которых не докладывается, не знается, не сообщается. И это удивительный цинизм, когда вот этот нынешний глава Росавиации, который изменил того, который наконец-то запомнил фамилию Нерадько, Ярдин или Ярдов, как его фамилия нынешнего, когда он заявляет, что у нас все в соответствии с мировыми трендами, с мировыми традициями, со всем остальным, что мы, и он докладывал еще там на коллегии где-то Монтурову и Путину, что мы до 30-го года уровень безопасности, обеспечения безопасности Airbus и Boeing будет находиться на допустимом уровне, и мы типа к этому времени успеем построить самолеты для нашей российской авиации. И, знаете, вот еще одна такая интересная вещь, такая игра в статистику, когда ее подменяют. Это я буквально там вчера или позавчера нарвался на такое сообщение, что по данным, по статистическим данным, которые опять же Росавиация заявила, в этом году, вернее в 23-м году было перевезено пассажиров 120, то ли 110, то ли 120 миллионов, и это больше, чем в 22-м году, тогда было перевезено 95 миллионов, типа у нас объемы растут. При этом они же сообщали о том, что у них объемы перевоза купали на 20-30 процентов, о том, что не хватает самолетов, о том, что рейсы откладываются. Вот такое несовпадение показаний различных служб, но как бы говорит о том, что вообще всей той информации, которую мы получаем, она недостоверна, она неизбыточна, она недостаточна, она недостоверна. То есть все пошло в разнос, в принципе, да? Вот каждый пытается удержаться, видимо, в своем кресле, не говоря правду. Припрятать правду, не рассказывать то, что есть. А вы обратили внимание, в этом сюжете, когда пытаются улететь, они же летят на Шри-Ланку, то есть они летят из Москвы на Шри-Ланку. Им говорят, самолет поломан. Они говорят, ну как же можно лететь на поломанном самолете? Но они стоят, они никуда не уходят, они не сдают билеты. Они готовы лететь на поломанном самолете. Ну что вы сделаете с этой головой, да? Это дурное дело. Вы знаете, вот вы недаром сказали о лампочке. Я вспомнил вот эти документальные сериалы расследования авиакатастрофы. В какой-то из серий было как раз о том, что вот на этом табло не горела какая-то лампочка. Я не помню уже подробностей, но суть в том, что именно эта лампочка обозначала какой-то очень критический момент, вот из-за которого упал самолет и погибли пассажиры. Просто не обратили внимания, потому что она не горела. Ну вот все уставы, особенно авиационные уставы, то есть вся эта нормативка. Вот где бы на каких ситуациях я не оказывался, связанных с авиацией, мне всегда умные люди, там старшие товарищи говорили, это все написано кровью. Ну то есть это следствие каких-то анализов событий и происшествий, которые привели к кровавым последствиям, в прямом смысле этого слова. Поэтому игнорировать это, понимаете, у руководства нет другого инструмента, как докладывать Путину, что у нас все хорошо. Ну а вдруг там либо и мир, либо и шаг, да. То есть потом не будем за это дело отвечать. Но отвечать все равно придется. Если не перед Путиным, то есть другие главные люди, вернее не люди, а существа. А вот как вы оцениваете состояние дела военной авиации России, боевой авиации? Вот российские Минобороны, у них звучат очередные, так же вот как и здесь, да, победные заявления на 2024 год. Вот там говорят, что основными задачами для дальней авиации на 2024 год, например, остаются поддержание высокого уровня боеготовности, боевой подготовки и исправности авиационной техники и вооружения, освоения новой модернизированной боевой техники. Что думаете по этому поводу? Там они не только модернизированы. Они говорят, что мы сейчас начнем творить чудеса. Готовьтесь. Новые принципы, да, о которых мы с вами как-то говорим? Новые принципы аэродинамики, движения, основанные на новых физических принципах. Значит, о чем речь идет? Речь идет о том, что они, когда увидели последний взлет Райдера, это Би-21, бомбардировщик полной технологии Стелс, который сами американцы говорят, когда он взлетает, мы его сами теряем, мы его сами не видим, то они решили, что надо бы нам как бы там подравняться. Владимир Владимирович спросил, а что у нас там с авиацией? Ну, у нас как бы там с дальней авиации, у нас триада, у нас как бы там все по-модному, но уже... Извините, я вас перебью, говорит, Владимир Владимирович, видите, как бы самолет? Нет, а он есть, да? Он есть, да, да, совершенно справедливо. Ну, вот смотрите, какая история. Появляется практически одновременно Боинг-52, Страта Фортресс, и Ту-95. Вот они там между собой конкурируют. Компоновка одна и та же. Срок появления там плюс-минус полгода. Разные двигатели, или потому что там какие-то разные были заложены концепции. Ну, именно по двигателям. А все остальное, длинный вытянутый фюзеляж, практически одинаковые углы стрелы и видности крыла, в общем, друг друга передрали. Потом появляется, у американцев появляется Роквелл Би-1 Лансер, а Россия в ответ, во время России, еще Советский Союз, в ответ выставляет Ту-160. И, ну, вот поставите две фотографии рядом, ну, вряд ли. Не специалист найдет отличие. Ну, только там, скажем, там, у одного двигателя чуть поближе к фюзеляжу, у другого чуть подальше. Ну, компоновка, изменяемая геометрия, там, все остальное, углы стреловидности, все одинаково. Потом американцы делают вот это вот летающее крыло Би-2 Спирит. И на него россияне не отвечают. Почему? Ну, типа, зачем? У нас и так все хорошо. Они не отвечают, потому что программа разработки бомбардировщика, это даже не миллиард долларов, это даже не два миллиарда долларов. Это только вот исследовательские работы, только определение концепции, определение потребности в новых технологиях, в новых каких-то разработках. Это уже там за несколько миллиардов долларов, я уже точно не помню, но там программы очень большие. Потому что надо брать несколько программ и их считать. Это не одна программа там создания бомбардировщика, а там куча других ответвлений, которые косвенным образом, ну, как бы ложатся на всю эту программу. И вот теперь, значит, россияне, когда поняли, что Ту-160, они в прошлом году как бы решили сделать модернизацию Ту-160-х, взяли со старого Ту-160-го, сняли обшивку, нацепили новую, анодированную, не крашеную, специально не крашеную, выкатили из ангара и сказали, вот у нас модернизирован. Ну, первые Ту-160-е будут у нас из старых Ту-160-х, а потом со временем мы станем счастливы и сделаем новые. Но дело в том, что там многие технологии, много оснастки, много оборудования уже разорвано, ушло в металлолом безвозвратно. Поэтому, ну, как бы не совсем понимая, что они собираются делать. Вот теперь решили напилить деньги на новые концепции, перспективная авиационная ПАК, да. Как они там, как букву К расшифровывают? Что это должно быть, по их мнению? Это уже какие-то летающие тарелки, они хотят инопланетян копировать? Ну, это летающее крыло, они хотят вот эту вот ту же самую концепцию летающего крыла, что-то вот сделать такое. Стелс-технологии, новые покрытия, радиолокационное там оборудование, которое будет там делать нас невидимыми. Но уже невидимым была система, которую поставили на Су-34, которые были активно сбиты там в течение недели, там было сбито 4 Су-30, Су-34 и 1 Су-30, да. Они были невидимы. По прогнозам россиян, в нужный момент они должны были пропадать с радаров. Да, они с радаров пропадали, но там, где в море... Но причина пропадания с радаров, да, как бы важна. Да. Поэтому вот на уровне всего этого увеличения пассажиров потока, я вот кину к новости о том, что будет создан новый бомбардировщик дальней авиации, который будет так же, как и авиационная платформа тактической авиации Су-57, который должен управлять там множеством больших дронов, там, иноходцев, охотников, который будет там их запускать, возвращать, руководить. Понимаете, вот Россия в плане формирования картинок, она действительно впереди планеты всей. И технологии, которые они применяют, ну, действительно аналогов нет. Для создания картинок вы имеете в виду, да? Для создания картинок, да. Исключительно для создания картинок. Вот сейчас картинка такая. Мы делаем авиационные платформы, раз. Мы делаем авиационные платформы, в которых будут использоваться независимо от либо бомбардировщики, либо истребители. Будет управление дронами, дроны будут летать роями, и будем использовать искусственный интеллект. Вот на основе этих нарративов, играя этими понятиями в разных сочетаниях, играя этими словами, вот вся картинка вокруг этого крутится. Это касается истребителей, это касается бомбардировщиков, это касается БПЛА, больших, малых. Вот куда не залезть, вот везде об этом базарах. Помните, мы вот недавно с вами говорили о большой авиационной выставке, на которой Россия не заключила ни одного контракта. И, насколько я помню, там была информация, что они представляли какие-то макеты или даже описания самолетов и предлагали проплатить наперед. То есть этих самолетов еще нет, они не разработаны, они не летают, но говорили, вы нам заплатите, а потом мы их разработаем, сделаем и будем вам поставлять. Интересная тактика тоже, правда? Ну, потому что до этого сильно много разрабатывали, просто пеляли деньги, тонули в карманах этих чудовников. Теперь они говорят, так нет, прекращайте из бюджета воровать. Идите разводите не государство, идите разводите клиентов, пусть клиенты платят вам деньги, а государство вы уже достаточно награбили, работайте и повышайте свое мастерство. Ну, давайте вот, говоря, заканчивая точнее тему о дальней авиации. В принципе, что они там разработают, непонятно, судя по всему, ничего. Но то, что они используют, это ведь все старые советские разработки, те самолеты, из которых они обстреливают Украину, это все то, что досталось им еще фактически из Советского Союза, так ведь? Ну да, самый молодой у них бомбардировщик стратегический Ту-22, он прекратили его выпуск в 93-м году. То есть, ему уже 30 лет. Ну, самому молодому 30 лет. А за это время произошла уже, грубо говоря, технологическая революция, уже появилась совершенно другие системы управления, диагностики, РЭБа, обнаружения, наведения, ну и так далее, и так далее. То есть, от техники 93-го года... Это самый молодой, напомню. ...отвечается поколениями. Что-что? И 93-й это самый молодой, вы сказали? Самый молодой. Это самый молодой. А сколько еще может протянуть вот эта авиация, вот такая молодая, как вы говорите, да? Сколько она может еще протянуть на вот этих всех доделках, переделках, модернизациях? Сколько еще вот эти их летающие крепости, как они тоже любят называть, еще будут летать? Вот, знаете, у меня, честно говоря, 10 кинжалов по Киеву, меня, ну, честно говоря, потрясло. Почему? Потому что это значит, что они смогли 10 МиГ-31 поднять. У них всего их было модернизировано до состояния Ка 10 штук. Потом у них там были, помните, там и кулачах, там были проблемы с двигателем, там были проблемы еще с чем-то они там за полосу вылетали. Ну и оценивалось их общее количество, где-то 6-8 машин осталось, там с ресурсом, без ресурсов. А это они подняли 10. Либо они там вспомнили про прототипы МиГ-31и, который там как бы для космических боев был предназначен. Там он должен был вылетать и ракетами сбивать спутники, если там возникала необходимость. Может быть, они его как-то использовали с кинжалом, потому что у него подвеска кинжала была. Потому что 10 МиГ-31 это предел возможностей, на которые сейчас способна Россия. Вы знаете, в конце нашего разговора, к сожалению, нет у нас уже времени. Всегда с вами интересно говорить. Очень много вопросов остается незаданных. Я хотел бы сказать, что, как мы видим, они не только летают, но они прекрасно горят. Спасибо вам большое. Спасибо. Константин Криволап, авиационный эксперт, аналитик, был в эфире Freedom. Всегда вам рады. Спасибо.